Всем привет! Ну что, жизнь в Украине и в мире по-прежнему бьет ключом. Поводов сказать Алёга Раша, что вообще происходит, как всегда, хоть отбавляй. Короче, смотрим, слушаем, анализируем. Поехали! Итак, Верховная Рада Украины таки собралась на пленарное заседание и сходу приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно прохождения военной службы в вооруженных силах Украины иностранцам и лицам без гражданства. Причем приняла во втором чтении и в целом. За принятие закона проголосовало 229 парламентариев. Его приняли практически на грани фола, но все-таки приняли. Сторонники появления в вооруженных силах нашей страны, иностранцев и, подчеркну, лиц без гражданства, судя по всему, уверены, что они делают благое дело. Ну, фактически в этот вторник они хором спели, обращаясь к наемникам всех сортов и мастей. Короче, новый военный полигон в самом центре Европы, похоже, обретает все более отчетливые очертания. И только не надо нас убеждать, что это нормально, и что цель оправдывает средства, и что все наемники сразу по окончании войны разъедутся по домам. Почему этого не будет? Да потому что. Ну, неужели кто-то всерьез думает, что воевать на Восточном фронте в Украине или просто служить в рядах ВСУ приедут профессиональные команды, солдаты Blackwater или морские котики Соединенных Штатов, у которых есть кодекс воина и которые занимаются этим профессионально. Все правильно. Приедут те, кто готов воевать за копейки. Приедут ради одной цели. Заработать денег. Ну, то есть те, кого на фронтах принято называть емко и лаконично. А потому что Верховная Рада открыла для иностранцев вакансии не инструкторов и не командиров, способных навести порядок в войсках, наладить оборону и подготовить наступление, а, цитирую, вакансии рядовых сержантов и старшин. И не сложно предположить, что соискатели вряд ли будут сильно отличаться вот от этого персонажа. Где служили? В Керчи. Где воевали? В Луганске. Но даже это не самое главное. Главное то, что они не уедут. Даже по окончании войны. Ну, или постараются сделать все от них зависящее, чтобы война не заканчивалась. Ну, кто, в конце концов, рубит суп, на котором сидит? Опять же, многие из них выразят в итоге желание остаться здесь, в Украине, на ПМЖ. Я остаюсь! Я остаюсь! Я буду здесь жить! А вы говорите Европа. Проблема беженцев, нелегальных мигрантов и прочее. Вот оно, комплексное решение, придуманное Украиной. Поэтому и пункт «Литься без гражданства» был внесен в законопроект совсем неспроста. Вот он, идеальный вариант легализации тех самых беженцев с гарантированным трудоустройством. За чей счет весь этот банкет, ну, Верховная Рада не стала в это углубляться. А тем временем, в СМИ просочился такой свеженький доклад Минфина. Согласно ему, общий госдолг Украины в сентябре достиг, наконец-то, отметки в 70 с половиной миллиардов долларов, что на 750 миллионов баксов больше, чем в начале этого же года. Ну и правда, самое время заниматься набором наемников за казенный счет. Опять же, при необходимости их можно будет использовать для охраны Кадмина и Верховной Рады. Наемникам-то фиолетово, какие задачи они выполняют, кого и от кого защищают. Главное для них не принципы, а цель. Ну вот на этом у меня все. Скоро увидимся. Подписывайтесь, чтобы первыми увидеть новый выпуск. Распространяйте, если понравилось. Ну и комментарии тоже можно оставлять. Пока!